МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас здесь диалог сегодня получится, на мой взгляд, очень интересный, благо и тематика волнующая сердца и умы многих, особенно СМИ, в последнее время, поэтому постараемся разъяснить абсолютно все и узнать подробности. Если у вас, дорогие радиослушатели, возникнет желание прокомментировать сегодняшнюю тему, которая через пару мгновений будет обозначена, или задать вопрос нашему гостю, вы всегда можете позвонить по телефону студии 99-45-45. Напомню, что сейчас мы находимся с вами в прямом эфире. Также мессенджеры Телеграм, Вайбер и Ватсап привязаны к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. На повестке дня обновление мурманских медицинских учреждений с современным оборудованием, и мы хотим с Дмитрием Вячеславовичем узнать все подробности насущего. Ну, для начала я бы хотел, пока что не вдаваясь в подробности, в цифры и в последние резонансные новости, как я люблю по верхам, так сказать, задать вопрос очевидный, но справедливый. Скажите, пожалуйста, на момент времени сейчас можно сказать, что в Мурманске, Мурманской области медицинские учреждения отвечают так называемым стандартам качества по оборудованию, по степенях эксплуатации и так далее и тому подобное? Нет, не все, безусловно, иначе бы мы не говорили сегодня как раз об этих резонансных событиях, которых вот проанонсировали. Есть службы, и, к сожалению, в том числе и онкологическая, то есть это тот тип заболеваний, который лидирует по смертности, и поэтому соблюдение порядков, как вы правильно сказали, то есть тех, скажем так, табелей оснащения, которые как раз обязательны для исполнения и федеральным министерством изданы для того, чтобы сделать помощь и безопасной, и качественной. К сожалению, вот в частности по онкологии этот порядок не выполняется, поэтому до оснащения данной деньги. Вообще приятно осознавать, что в последний год или два, я имею в виду в те моменты, когда это уже не кулуарные, скажем, новости, а когда об этом говорят все в открытую, за медицину прям взялись всерьез. Я не хочу сказать о том, что эта сфера жизнедеятельности всегда была где-то в стороне, нет, безусловно, но каждый раз все больше новостей, все больше информации о том, что за нее взялись с утроенным усилием, и вроде как результаты потихонечку себя спешат показать. Это приятная тенденция. Стало известно, что вы заговорили об онкологической службе. Если цифры в повестке, которая у меня находится на столе, не врут, то Мурманская область получит 620 миллионов рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации как раз на повышение качества онкологического обслуживания. Это правда? Да, вы совершенно правы. 620 из резервного фонда и 300 идет, но не только на онкологию, но как раз на те профили помощи, от которых лидирует смертность. Это сердечно-сосудистые заболевания и онкологические. И я хочу прокомментировать вашу фразу насчет тех резонансных событий. Действительно, я бы все-таки сказал, что беспрецедентно все в этом году случилось, потому что я проанализировал, сколько примерно в последние годы, его права, безусловно, в здравоохранении не осталось без внимания, но порядок средств, который выделялся на переоснащение, он где-то 250-300 миллионов в год. Сейчас, посмотрите, тут не год, а только за летний период Андрею Лавреневичу и команде удалось мобилизовать такие ресурсы, и действительно сумма приближается даже к миллиарду 100, которая пойдет на здрав, и безусловно, это беспрецедентная тема. В сравнении с теми цифрами, которые вы только что озвучили, это просто феноменальный шаг, как бы сказал Луи Амстрон. Это огромный шаг для человека и огромный скачок для человечества, в данном случае для медицины. И сразу же такой вопрос назревает, а как вообще удалось-то изменить чашу весов в таком направлении, как именно такая сумма? Ну, это работа команды, лидера Андрея Лавреневича, безусловно. Вы знаете, что к нам приезжал вице-премьер, это практически одно из первых лиц страны. Одно из объектов, которые она посещала, Теана Алексеевна Голикова, как раз и был онкодиспансер. Мы подготовили материалы, показали тот по-честному статус онкослужбы, как раз о чем мы говорили, который существует на сегодняшний момент, и по результатам и увиденного, и той аналитики, которую мы предоставили, по нашим мотивированным всем ходатайствам было такое решение принято, в частности, по 620 миллионам рублей. Тогда спешим поздравить и поблагодарить, наверное, одновременно будет сказано, потому как мы прекрасно понимаем, как работает бюрократический аппарат в нашей стране, пока не предоставишь полный спектр, до каждой запятой, чего необходимо, и почему именно это необходимо. Реально что-то получится заполучить, и так, автология. Команда сработала на ура. На что конкретно отправится эта сумма? То есть мы понимаем, что речь о каком-то оборудовании, но вы же тоже понимаете, что для обыкновенного обывателя 620 миллионов рублей звучит как нечто из разряда научной фантастики, и даже сложно представить, как на калькуляторе выглядят эти нули. Ну, вы знаете, медицинское оборудование достаточно дорогое, и особенно там, где подключаются высокие технологии, они, естественно, вещи все эти очень ресурсоемкие, поэтому хоть цифра действительно в обывательском смысле какая-то космическая, но на самом деле там аппараты и аппаратура, и количество ее, с учетом того, что онкологическая служба не концентрируется только в онкодиспансерии, здесь действительно, ну, все многие понимают, что есть определенная этапность, то есть сначала мы должны обеспечить скрининг, то есть отсев, да, скрининг, скрининговые мероприятия, выявить, пропустив большое количество там пациентов через вот эти исследования первичные, понять группы риска, и дальше уже выявить на ранних стадиях эти заболевания, и с помощью тоже там высокотехнологичных методов диагностических уже, и потом направить на следующий этап, там, где необходимо лечение, чтобы сразу, как говорится, вот в зародуши эту болезнь вылечить. Поэтому на ваш вопрос отвечаю первое, и, наверное, больше половины суммы, которая идет, это на переоснащение мамографами. У нас на третьем месте вышло с 2017 года, на третье место рак молочной железы, как причины смерти, это очень такая динамика тревожная, и по заболеваемости тоже из локачественных новообразований, рак молочной железы на первом месте. Поэтому для того, чтобы вот это движение, негативную тенденцию как-то пресечь, мы переоснащаем абсолютно весь парк мамографов. Это тот рентгеновский аппарат, который как раз и позволяет выявить на ранних стадиях в рамках скрининговых мероприятий это заболевание. Да, у нас мы заменяем 14 мамографов во всех районных и городских больницах, где они стоят. Сейчас они либо устаревшие, либо аналоговые. Мы переводим это все в цифру, создается единое информационное поле, увязанное в том числе с нашим онкодиспансером и даже с федеральным научно-медицинским информационным центром, аналитическим, который это институт онкологии имени Петрова. То есть получится эдакая технологическая экосистема? Цепочка, да. Абсолютно правильно. Сейчас стандарты ужесточаются, потому что важность уже обозначена и подтверждена на федеральном уровне, все это, естественно, понимают. Поэтому есть там и так называемые двойные экспертные просмотры, чтобы уже все барьеры поставить, в том числе организационные, экспертные, чтобы ни один рак не просмотреть. Даже многоуровневое экспертное идет описание этих снимков. А когда это все в цифре, естественно, это экономия и времени, и ресурсов. То есть, ну, по сути, весь мир работает так, что непосредственно описывающие доктора, эти рентгенограммы, эксперты, они концентрируются в одном месте, а снимки делают там рентгенолаборанты. Это все по цифре потом переносится. У нас, извините, мощные, мощные, ну, все ресурсы для этого есть. У нас приличный, так называемый, ЦАМИ, Центральный архив медицинских изображений. То есть, вся непосредственно уже база и сетка для этого создана. То есть, сейчас мы на периферии вот эти аппараты модернизируем. Благодаря этому, ну, картинка сложится. Еще 10-15 лет назад для того, чтобы заняться такой позитивной аналитикой, я имею в виду, если человек задумался о своем здоровье или чувствует, что есть какие-то неполадки, чаще всего была, точнее, возникала необходимость сразу же мчать либо в столицу, либо вообще в другие города, других стран, не только стран по Братим, но и куда-нибудь за рубеж. Здорово, что, когда мы говорим сейчас про Мурманск, про Мурманскую область, понятно, что город развивается, причем в некоторых сферах абсолютно стремительными темпами, но он так или иначе остается в столице Заполярья, условно крайне севера для многих, и для карты России в том числе. Поэтому возможность подобных исследований в Мурманске на момент времени, это, конечно, потрясающе. Любопытно, если вы в курсе, если не секрет, по поводу оборудования, дополнительный вопрос хотел задать. Приобретение этого оборудования происходит у нас в России, это наши аппараты или мы берем технику из-за рубежа? Там, где нет аналогов этого оборудования, мы, естественно, берем импортную, и у нас есть опыт, мы проанализировали, ну, собственно, всю поляну медтехники, которая есть, посмотрели, насколько она надежна, насколько она высокоточна, и комиссионно принимаем решение. Наших коллег спрашиваем, вот я упомянул про неимния Петрова, безусловно, это очень взвешенное решение, и здесь такое комплексное, да, играет роль соотношение цена-качество, эффективность и надежность, потому что, повторюсь, это тот, та отрасль и тот профиль заболеваний, где дискретность исследования очень большое играет значение. Чем точнее исследование, тем раньше мы выявим морфологию того или иного онкологического заболевания. Почему спросил, хотелось уточнить, для того, чтобы было понимание, что медицина никак не будет взаимосвязана с различными политическими нюансами, которые происходят на мировой арене. Ну, знаете, как это случается, иногда страны прекращают сотрудничество или идут на принцип в разных вопросах по транспортировке или получении любых товаров, просто из-за моментов, которые обычного человека, в общем-то говоря, и не касаются. Но медицина... Ну, к счастью, медицина по подавляющему большинству позиций, она вне политики, и общая практика сейчас, уже в 21 веке, естественно, очень многие совместные предприятия, производства, даже из комплектующих, они все равно располагаются в России, и, естественно, мы все процедуры по закупкам, то, о чем вы спросили, мы делаем в рамках российского законодательства. Это тоже, кстати, ну не то, что бюрократия, как вы там упомянули, да, машина какая-то, но это требование закона, мы должны его соблюдать, поэтому то, что нам выделили, и там, где у губернатора добился выделения таких средств, это еще начало пути, еще надо все купить, установить, подготовить помещение до этого, то есть огромная работа. Вы, кстати, буквально предвестили вопрос, который пришел нам на один из наших электронных мессенджеров, у нас спрашивает Ольга, некая Ольга, когда станут доступны новые маммографы для пациентов? Ну, мы планируем в этом году, не то, что планируем, а у нас условием предоставления вот этого транша является ввод в эксплуатацию в этом году, поэтому сейчас уже все эти закупки опубликованы, уже стадия заключения контрактов и рассмотрения предложений, в частности, по маммографам, поэтому, как только мы узнаем модель, которая победит по результатам аукциона, мы готовим вот в этих 14 помещениях, в 14 учреждениях, 14 помещений, и начинаем, за это время эти маммографы будут изготавливаться на том заводе, той фирмы, которая победит, и, в общем-то, все, к концу года должно сложиться, так что... Интересная система, очень жаль, что нельзя просто взять 620 миллионов и пойти в магазин в данном случае. Ну, везде, да, есть нюансы, как говорится. Ну что ж, подробнее о нюансах и о дальнейшем развитии эксплуатации всех медицинских учреждений мы с вами уже продолжим во второй половине программы, так как первая потихонечку подходит к своему завершению. Я напомню, что в гостях у нас исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Вячеславович Панычев, и наши контактные данные также не стоит забывать. Телефон студии 994545 для ваших звонков в прямой эфир. Наши интернет-мессенджеры привязаны к номеру плюс семь, 921-708-2006. С удовольствием зачитаем ваши сообщения, попробуем ответить на все интересующие вопросы. Тема сегодняшнего эфира обновление мурманских медицинских учреждений с современным оборудованием. Буквально через полтора минуты после рекламного ролика мы вернемся, так что не переключайте FM-волну и свой телеканал. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия совместный проект Радио Рекорд и телеканала Артик ТВ. Меня зовут Николай Дукмос, в гостях у нас исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Вячеславович Панычев. Я напомню, в последний раз за эфир наши контактные данные на случай, если у вас есть вопрос к нашему спикеру или свой комментарий по теме. Телефон студии 994545 Мессенджеры Телеграм, Вайбер и Ватсап привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006 В первой половине программы мы начали разговор об обновлении мурманских медицинских учреждений с современным оборудованием. Конкретно очень объемно успели обсудить вопрос, точнее не вопрос, а позитивную новость о том, как выделили 620 миллионов рублей из резервного фонда на правительство Российской Федерации на обновление оборудования, в частности онкологических служб. И вот насколько могли полноценно успели обсудить уже возвращаться к этой сумме не будем. Однако в самом начале Дмитрий Вячеславович отметил, что 620 миллионов это не единственная сумма, которая поступила. Речь идет еще и о дополнительных 300 миллионов. Так вот, хотелось бы узнать уже во второй половине программы на что уйдут эти средства. Да, но мы естественно тоже попытались сконцентрировать, чтобы эти средства тоже федерального бюджета Андрей Владимирович тоже их целиком отдал на медицину. Это очень приятно. Мы сконцентрировали их на приобретении опять-таки по оборудованию по тем профилям помощи, которые лидируют. То есть и дожали немножко еще и онкологию. В какой части ключевая сумма тоже из этих 300 идет на переоснащение эндоскопической техники. Это речь идет о гибкой эндоскопии. Если мы в рамках 600 покупаем еще 3 стойки жесткой эндоскопии, то есть для операции на брюшной полости, на грудной полости, гинекология, это вот в рамках 620. То есть здесь мы говорим о гибкой эндоскопии, то есть это бронхоэндоскопия, колоскопия, колоноскопия и гастроскопия. То есть те самые направления, в которых как успели чуть-чуть буквально за эфиром обменяться парой слов, огромная очередь устраиваются. Лист ожидания очень большой, да, доступность крайне низкая, а все эти три исследования эндоскопические, они тоже помогают в диагностике на ранних стадиях рака, как бронхов, так и колоректального рака, так и рака желудка. Это все тоже позиции такие достаточно горящие. То есть помимо качества на обновление оборудования, речь идет еще и о том, чтобы разгрузить поток непосредственно северян, которые занимаются лечением. Ну, тут все очень увязано, понимаете, когда обеспечена доступность, чем доступность обеспечиваются кадры и оснащение, да, и, естественно, точками, где это можно провести. Если нет второго-третьего, то доступность падает, заболеваемость растет, мы не выявляем это запущенные стадии и так далее, смертность идет. Вот, причем мы подошли достаточно так комплексно и, несмотря на дефицит времени, покупаем не только сами, там вот, ну, так они называются на сленге нашим хвосты, там и источник видео, тоже, кстати, все в цифре, естественно, не оптические это вещи, вот, покупаем не только само оборудование, но и то, что позволит его максимально, с максимальным КПД использовать и максимально долго, то есть, это и мочные машины, которые обеспечивают эпид-безопасность, да, поскольку после каждого исследования нужно мыться, это даже шкафы до хранения, поскольку это очень ломкая техника и хрупкая, и высокоточная, то есть, вот так, даже тележки там где-то для перевоза, где крупные отделения эндоскопически оснащаются. Здорово, не так часто об этом задумываешься, когда так просто прокручиваешь голове или с кем-то обсуждаешь, неважно, это твой, знакомый, полечные клетки или какой-то человек, задействованный в индустрии, об атмосфере, которая предстает перед пациентом, когда он готовится пройти какие-то исследования. Гораздо приятнее приходить в больницу, к этому медицинскому учреждению, когда ты видишь, что все свеженькое, все новенькое, тебя не гнетет и не давит там облезлая штукатурка и скрипящая тележка, которая сразу оставляет тебе, просто беги, беги, уходи, лучше сделай все сам, приложи подорожник, да, теперь мы этого точно избежим. Значит, эти 300 миллионов, они пойдут на вот все, что вы перечислили. онкология, еще важные буквально два слова, это тема сердечно-сосудистых заболеваний, безусловно, это тоже важнейшее направление и здесь мы покупаем для двух наших учреждений стресс-эха, даже для трех и для городской бывшей больницы, но сейчас многопрофильный центр областная больница и Мончегорск, где у нас межмуниципальный центр, по сути, который закрывает центр югной области, так называемый аппарат для стресс-эха, то есть это такой микс велоэргометрии и эхокардиоскопии УЗИ сердца, то есть нагрузочная проба и мы смотрим, как меняется работа сердца, это опять скрининговое такое, да, скрининговое, скажем так, исследование, которое делает, объективизирует показания к направлению потом на коронарографию, для того, чтобы не делать мы буквально несколько дней назад общались о диспансеризации и вот нам достаточно подробно в эфире объясняли, что есть из себя странный термин скрининг, для чего он необходим. Скрининг – это сито по-английски. Да, 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 как раз получается для того, чтобы понять, кто здоров, кому нужно идти дальше на дальнейшее обследование или уже на лечение. По вопросу лечения пришел еще один комментарий на Анну Михайловну, спрашивает, для лечения детей появится новая техника? Да, в этом году также мы уделили, безусловно, внимание педиатрии, в частности, в детской нашей областной больнице как раз Анна Ивановича был с визитом, посмотрел это учреждение и вот в ходе общения с персоналом подошла заведующая хирургическим отделением, попросила найти средства для лапароскопической стойки. Ну, естественно, значит, мы эту просьбу сейчас выполняем, средства нашли за счет экономии по торгам и новейшая эндоскопическая стойка, лапароскопическая будет до конца года приобретена, поставлена, впущена в эксплуатацию и позволит, естественно, на новый уровень хирургию детскую перевести, потому что это, ну, во-первых, меньшая хирургическая агрессия за счет вот таких маленьких разрезов, маленьких инструментов, это более быстрое восстановление, это меньшая частота инфекционных осложнений, ну, и это, в общем-то, 21 век. И помимо этого у нас оборудование и наркозно-дыхательное поступает в этом году в детскую областную больницу без анестезиологии, интенсивной терапии никуда ни одна больница не денется. Конечно. Переоснастили лор-отделение, новый операционный микроскоп для операции на барабанной перепонке, то есть по-прежнему как бы детство областной приоритетов. Эх, эти аппараты да в мое детство, как сказали лор-отделение, сразу дрожь пошла, приятно, естественно, не подумайте чего. В таком случае получается, что 19-й год станет по-хорошему инновационным для медицинских учреждений, и даже не инновационным, не инновационным будет правильно сказано, хотя это тоже подает, а знаковым, если мы говорим масштабно. И вы сами очень точно сейчас сказали, 21 век, пора бы уже, собственно говоря. Всегда, не всегда, часто, когда речь заходит об обновлении медицинского оборудования, и особенно в те промежутки времени, когда говорили о том, что, ну извините, сейчас никак, или посмотрите, насколько всего нужно тратиться, в пример приводилась маленькая страна Сингапур, которая, конечно, не без проблем видоизменив ветку власти своей, они настолько сильно шагнули в медицине, что теперь, допустим, активно сотрудничают с французами по разработке различных щитов для сердца, которые встраиваются внутри человека. Кто знает, кто знает, может быть, и Мурманская область в свое время ее настанет, и она шагнет вперед настолько далеко. Я в этом уверен. Ну, раз вы в этом уверены, тогда и мы не сомневаемся. Что касается других моментов, которые подверглись обновлению, мы знаем, что еще техническое оснащение коснулось и автомобилей скорой помощи. Да, собственно, не сколько автомобилей, сколько службы скорой помощи автомобилями. Да. Правильнее так. Причем, начали мы даже, знаете, вас поддержать. Действительно, мы и автомобили скорой помощи переоснастили. Первая поездка Андрея Лавиновича была в Кандалакшу. И, значит, вот... Ему не понравилось. Ну, не то, что не понравилось. Он услышал то, что есть, как бы, и даже персонал, больше не сколько жителей, говорили о том, что действительно элементарного оборудования, оно недорогое, оно элементарное. Дефибрилляторы, там, небулайзеры, аппарат, который там, приборчик позволяет смотреть насыщение крови, кислородам там, сатурацию. То есть, даже этого не было, поэтому было принято решение, там, вот, два внедорожника собирались покупать на 4,7 миллиона, вот, их пустили на медицинское оборудование, и вот, и дефибрилляторы, наборы для проведения реанимации, небулайзеры, были на скорую, прежде всего, и Кандалакша, и Умбы, пущены, и последний, вот, совсем недавно, ну, тот аппарат, который мы дольше всего ждали, это УЗИ, аппарат, он пошел в Зеленоборский, компактный аппарат, переносной, с кардиодатчиком. О, мини-УЗИ, да, ну, не мини, полноценный УЗИ, только что он, ну, портативный, и мобильный, функционал у него не менее нормальный, вот, поэтому, а говоря о скорых, действительно, проблема есть, ну, о том, что такое скорая, что рассказывать, понятно, это экстренные показания, не отложка, это там, где есть угроза жизни, или какие-то угрожающие здоровью состояния, и состояние с парком автомобиля скорой помощи, он действительно плачевный, но в полтора, а за хуже, чем в среднем по северо-западу, из 182 машин, у нас 120 старше пяти лет, а это тот рубеж, когда, собственно, автомобиль скорой помощи, с ее, с ее, да, графиком работы, круглосуточным выездом, с нашими дорогами, с нашим климатом, она просто считается уже полностью изношенной, вот, и мы сначала, в рамках нашего плана первоочередных мероприятий, приобрели 12 автомобилей, 2 автомобиля класса С, это ренемобили, 10 таких, и вот сейчас, в рамках, совсем недавно, получили 8 иномарок, 4 ренемобили, 4 для общепрофильных бригад, в рамках вот социальной помощи со стороны Новотек, Андрей Владимирович подписал соглашение, на полном, причем, извиняюсь, фарше, то есть там и дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, и сатурометер, все как у людей, да, и все, 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 вы знаете, еще миллион вопросов к вам остался, да, я бы и рад, к сожалению, время у нас нет совершенно, осталось буквально 15 секунд до завершения программы, да, было безумно приятно с вами пообщаться, я напомню, что в гостях у нас сегодня был исполняющий обязанности министра здравоохранения Мурманской области, Дмитрий Вячеславович Панычев, с удовольствием пригласим еще раз, вопросов осталось миллион, а будет, наверное, еще более дальше, пожелаем всем. Я готов, я прошу прощения, я хочу вас поздравить, с днём рождения узнал, да, вашу радио, да, радио рекорд, с днём рождения, спасибо, самое оригинальное, что мы можем пожелать, это здоровью, только хотел сказать, здоровья всем северянам, хорошего настроения, и всего вам доброго, дорогие друзья, до свидания, до свидания. Открытая студия